Поскольку вы общались много лет назад, конфликт на Украине, я хочу вас спросить, тот факт, что участвуют, достаточно активно участвуют, это совсем не секрет, чеченские формирования на территории Донецкой и Луганской областей, на территориях так называемых ДНР, ЛНР, играет ли этот факт, ну, риторический вопрос, но хочется, чтобы вы прокомментировали, на еще больше укреплений, на еще больше союз Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым? Дело в том, что то, что вы сейчас говорите о Донецке и Луганске, там находились какие-то подразделения, но их Рамзан Кадыров абсолютно самовольно вывел оттуда, и на данный момент там, в принципе, нет таких подразделений, которые направил Кадыров в Чечню. Очень интересно, а почему? А почему он это сделал? Был конфликт между местными, ну, Захарченко и представителями, или людьми Рамзана Кадырова, которые находились. Ну, это такая ситуация, я, в принципе, вводил эту информацию, там были, попали в засаду, вернее, попали в окружение бойцы из этого подразделения, и украинские правительственные войска сказали, что они готовы их выпустить из окружения в обмен на военно-пленных, украинских военно-пленных, которые содержат Захарченко. И эти люди пошли, чтобы спасти эти 40 с лишним человек, Захарченко, чтобы он пошел на этот обмен. Тот отказал, и эти 40 с лишним человек погибли там. После этого был конфликт такой, бытовой конфликт в каком-то клубе, и там убили еще одного чеченца, который якобы лидий Захарченко. И после этого, в принципе, Рамзан Кадыров оттуда все свои подразделения вывел. И в этом тоже есть вот конфликт, почему обострился сейчас. Он постоянно имеет, это перманентный характер имеет конфликт с силовиками у Рамзана Кадырова, потому что недоверие абсолютное, да, они друг другу не доверяют. И я не говорю, что они любят друг друга, тем более. Поэтому, относительно вот предыдущих вопросов, что вы сказали, почему телевидение и прочие молчат, и в Чечне не хотят комитировать. Я согласен с предыдущими, что в Чечне молчат, потому что под страхом смерти они молчат, и никто не будет. Когда я говорю о лояльности, это такая видимая лояльность, которая сегодня как бы накапливается, та отрицательная негативная энергия в чеченском обществе. Но ввиду того, что за Кадыровым стоит именно Путин, и все понимают, что пока сидит Путин в Кремле, никаких изменений в Чечне не будет. А государственное телевидение не обсуждают, потому что это конфликт не Кремля и Кадырова. Это конфликт Кадырова с кем угодно, но не с Кремлем. И, конечно, Путин, ни заказчиков убийства Немцова мы не найдем, если даже Путин этого хочет. При путинской власти и его эпоху мы это не найдем, так же, как мы не установили и не узнали о заказчиках Анны Политковской и ряд других политических убийств, которые были совершены. И поэтому Путин и Рамзан Кадыров это как бы настолько связаны, что бытность Путина с Рамзан Кадыров будет находиться в республике. И ни одна силовая структура не может его сдвинуть с места. Вот после ухода Путина, вот тогда, конечно, ситуация может измениться и для него, и для его самого, скажем так, ближайшего окружения. Но не для всех тех чеченцев, которые сегодня находятся в каких-то государственных структурах. Послушаем Александра Николаевича. Здрасте, Александр Николаевич, из Москвы. Всем добрый вечер. Так вот у меня, я сам, так сказать, прослушав сегодняшнюю передачу и задался вопросом. Да, а не кажется ли вам, что вот этот сценарий путинский с самого начала, с первой войны и второй войны, вот сохранение, так сказать, имперских скреп Российской Федерации, вот он и показал полную несостоятельность его и здесь, и с этой стороны, всей его многолетней, так сказать, практики. Ведь я не думаю, что Кадыров, так сказать, хочет как-то его обойти и не выполнить его приказов. Нет, но у него общественный договор с чеченцами, с народом, которым он сказал, что русские здесь больше не будут, стрелять они здесь больше не будут. И когда, вот тут правильно было сказано, он выводил чеченцев из Украины, так правильно народ его спросил, а что там наши ребята делают? Это не наши дела. Так вот это и есть, мне кажется, наступление будущего России. Когда у нас деньги, так сказать, кончатся нефтяные, тогда у нас все регионы захотят вот этой самостоятельности, и сами как-то будут выживать, и будут иметь свои собственные конституции, свою собственную ответственность за то, что у них творится на земле, а дальше начнется, как говорится, уже обратное соединение, объединение в какую-то страну совсем на других условиях, как сказать, Соединенные Штаты России. Не кажется ли вам? Спасибо, Александр Николаевич. Вы знаете, извините, пожалуйста, я вот у Ахмеда Закаева должна еще уточнить, он, может быть, прокомментирует то, что вы сказали, но одну вещь хочу уточнить. Вот вы нам очень хорошо и четко объяснили, почему он вывел своих силовиков, свои структуры боевые с территории ДНР, ЛНР. А почему он вводил их туда? Вот как бы вы объяснили, он по зову своего собственного сердца, потому что ему хотелось угодить Владимиру Путину. Но почему? Какую вы видите мотивацию этого ввода? Ну, абсолютно точно он их вводил по приказу или по согласованию с Путиным, чтобы показать и продемонстрировать очередной раз свою лояльность. Не только, вы помните, перед этим была такая демонстрация силы 20 с лишним тысячи выстроенных молодых людей, и он их объявил пехотинцами Путина. А и он на деле должен был доказать, что это действительно... И 300, по-моему, около 200-300 человек были направлены туда. Ну, я абсолютно согласен. Чеченцы эту акцию, конечно, не поддерживали и не поддерживают. Я не считаю, и никто, по-моему, из чеченцев не считает, что чеченцы должны воевать в Украине. И украины. Эй, Хартман Ти-Ви.